Желтые воды, город в Днепропетровской области Украина, код Каату, миллиард 210 миллионов 700 тысяч, население по переписи 2001 года составляло 56 542 человека, является административным центром Желтоводского городского совета, в который, кроме того, входит село Сухая Балка, географическое положение. Город Желтые воды находится на берегу реки Желтая, выше по течению на расстоянии в 0,5 километра расположено село Миролюбовка, ниже по течению на расстоянии в 0,5 километра расположено село Марьяновка, через город проходит автомобильная дорога Т-0418, расстояние до областного центра Г-Днепр 125 километров. История, предыстория долину реки Желтой с ее притоками ивами, зарослями тростника в старину называли урочищем Желтые воды, поскольку в некоторых местах река омывала выходы железной руды и ярко-желтая краска продукта окисления железника попадала в реку. Запорожские казаки назвали реку Желтой, а долину возле нее Желтыми водами эта местность относилась к так называемому Дикому полю. Переправа на реке Желтой называлась Желтым бродом, здесь стояли казацкие зимовники, укрепленные для защиты от татар. В урочище Желтые воды 16 мая 1648 года состоялась битва украинского татарского войска под руководством Богдана Хмельницкого с войсками Речи Посполитой под руководством С. Потоцкого. Эта битва стала началом украинско-польской войны 1648-57, поселок Желтая река. В конце 19 века в бассейне Желтой были обнаружены богатые залежи железных руд. В 1895 году начинается разработка рудника близ села Весело-Ивановка. Предприниматель Львов и инженер Боруцкий арендовали у жителей этого села 870 десятин земли. Впоследствии этот рудник стал собственностью горно-промышленного общества Желтая река. В 1898 году добыча руды началась в Краснокутском карьере, владельцем которого был Екатеринославский купец Копылов. Рядом с этими рудниками возник поселок Желтая река. На Весело-Ивановском руднике ежегодно добывали по 3,5 миллиона пудов железной руды. На Краснокутском и Коломойцевском рудниках по 2,5 миллионов пудов. После завершения строительства Екатерининской железной дороги от поселка до железнодорожной станции Желтые воды проложен железнодорожный путь. Длиной 10 верст, к тому времени добытую на рудниках руду гужевым транспортом доставляли на станцию Печугина вблизи Кривого Рога. Количество работающих рабочих на рудниках менялось в зависимости от периода роста или кризиса в железо-рудной промышленности в целом. Так, на руднике Желтая река сначала насчитывалось около 200 рабочих, в 1901 году – 60, но уже в 1904 году – около 1000, в 1912 году из-за сокращения спроса на руду количество работающих сократилось до 600. Однако в 1913 году вновь возросло и составило более 1000 работающих. В основном здесь работали сезонные рабочие, которые приезжали сюда из-за крестных губерний и близлежащих сел. Рабочие проживали в земляных бараках. Для квалифицированных рабочих и их семей было построено несколько каменных домов. На рудниках был низкий уровень безопасности труда, что приводило к частым травмам рабочих. Из-за плохих жилищных условий, опасных условий труда в 1904-1907 годах на рудниках Желтая река и Копылова произошло несколько забастовок. В 1905 году открыта рудничная начальная школа, в которой учились дети служащих и некоторых работников завода, а также зажиточных крестьян близлежащих сел Желтого, Боголюбовки, Веселой Ивановки. Во время событий 1918-1920 годов рудники Желтой реки не работали. В 1920 году в поселке установлена советская власть. Возобновление работы рудников началось в 1924 году. Карьеры всех бывших рудников были объединены в одно рудоуправление «Желтая река». Во время процесса индустриализации в СССР на руднике были построены механическая мастерская, паровозная депо, градирня, высоковольтная линия, две электроподстанции, компрессорная установка. В 1934 введена в эксплуатацию новая шахта капитальная, одна из крупнейших на то время, в Кривбассе. Добыча руды выросла до 726 тысяч тонн. В 1940 году в поселке были построены первые многоэтажные дома. В 1929 и 1932 году открыты две больницы. Действовало две школы, клуб, библиотека. Во времена Второй мировой войны 13 августа 1941 года «Желтая река» оккупирована немецкими войсками, освобождена от оккупации советскими войсками. 20 октября 1943 года В 1950 году на двух небольших рудниках в залежах магнитного железника были найдены промышленные запасы урановых руд. В 1951 году для добычи уранового сырья в «Желтой реке» создан Восточный горно-обогатительный комбинат «Город Желтой воды». 22 мая 1957 года указом Президиума ВСУ СССР поселок городского типа «Желтая река» был переименован в «Город Желтой воды» с предоставлением статуса города. Областного подчинения Днепропетровской области В 1957 году был построен Дворец культуры по проекту архитектора Александрова. Развитие промышленности повлекло увеличение численности населения города и развитие других сфер. В 1967 году в «Желтых водах» проживало 41,8 тысячи человек. Действовало 11 общеобразовательных школ, больница, поликлиника. В 1978 году население города достигло 55 тысяч человек. Экономика, промышленность Восточный горно-обогатительный комбинат Крупнейший производитель природного урана в Европе ОАО «Южный радиозавод» ГАХК Днепровский машиностроительный завод Специализируется на изготовлении радиоэлектронной аппаратуры на базе Односторонних многослойных печатных плат ОАО «Фабрика искусственного меха» Производитель искусственного меха изделий из него ООНПП «Тетра» занимается производством приборов радиационного контроля ОАО «Желтоводский хлебозавод» ООО «Позитрон» Предприятие специализируется в области разработки и производства приборов и систем радиационного и радиоэкологического контроля ООО «Востокруда» занимается добычей железной руды Сфера услуг Для обслуживания населения в «Желтых водах» действует ряд коммунальных предприятий Желтоводск теплосеть Желтоводский водоканал Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное объединение Открытое отделение 11 банков Около 500 предприятий торговли и сферы услуг Внутреннее деление Город «Желтые воды» имеет прямоугольную планировку Протяженность города с севера на юг 2,4 километра С запада на восток 3,5 километра Фактически город делится на трех части Восточная часть города, самая старая Она построена в 50-60-х годах XX века Здесь расположены дворец культуры Городской исторический музей Педагогическое училище Парк Славы Часть детского парка Средняя часть построена в 70-80-е годы XX века Здесь находится центр города В средней части города расположены здания и мэрии Институт предпринимательства Стратегия Желтоводский промышленный колледж Украинский научно-исследовательский проектно-изыскательский институт промышленной технологии Часть детского парка Западная часть построена в конце 80-х-90-е годы Представляет собой спальный район Возле города есть такие зоны Промышленная зона примыкает к городу с севера В промышленной зоне расположено большинство промышленных предприятий города Пригородная зона примыкает к городу с востока В пригородной зоне преобладает частный сектор На территории пригородной зоны протекает река Желтая Население Численность населения города на 1 января 2014 года составила 48 045 человека В том числе город Желтые воды 47 284 человека Село Сухая Балка 761 человек На 1 мая 2014 года 47 880 человек В том числе город Желтые воды 47 117 человек Село Сухая Балка 763 человека На 1 ноября 2015 года 49 406 постоянных жителей и 47 161 человек Наличного населения Звездочками обозначены данные переписи Население без звездочек Сведение Государственного комитета статистики Украины Транспорт Практически в городе существует только один вид транспорта Автомобильный В качестве общественного транспорта используются автобусы, микроавтобусы и такси В городе есть автовокзал В 50-х годах функционировал аэродром и было два действующих железнодорожных вокзала В настоящее время территория аэродрома роздана под огороды А железнодорожное сообщение исключительно промышленного характера не электрифицировано Озеленение Желтые воды Очень зеленый город Большая часть города буквально расположена в лесу Кроме того, в городе есть два парка Парк Славы и Детский парк Заложен еще один парк в новом районе города образования и наука В желтых водах находится государственное предприятие Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии Целью этого заведения является генеральное проектирование и проектное сопровождение объектов ядерно-топливного цикла Научно-исследовательская и конструкторская деятельность в области проблем обращения с радиоактивными отходами и атомной энергетики В желтых водах действует высшее учебное заведение трех уровней аккредитации Институт предпринимательства «Стратегия», который создан в феврале 1992 года на базе Южного филиала Центрального института Повышение квалификации управляющих кадров Министерства среднего машиностроения Также действуют вузы и уровни аккредитации Желтоводское училище Криворожского государственного педагогического университета Готовит учителей начальных классов и воспитателей детских садов Желтоводский промышленный техникум Днепропетровского национального университета Высшее профессиональное училище номер 70 Сети общеобразовательных учебных заведений «Желтых вод» входят естественно научной лицей Гуманитарная гимназия с углубленным изучением иностранных языков Семь средних общеобразовательных школ Также есть Центр детского творчества Детско-юношеская спортивная школа 13 детсадов Культура Главное культурное учреждение «Желтых вод» Центр народного творчества Культура и досуга Заведение открыто в 1957 году В нем действует семь коллективов художественной самодеятельности Имеющих звание народных Здание Центра построено по проекту московского архитектора О.М. Александрова В 1985 году отнесено в перечень архитектурных памятников Днепропетровщины Также в «Желтых водах» есть городской музей Ефима Пригожина Дом культуры Родина Сеть библиотек Музыкальная школа Городской стадион Авангард Средства массовой информации Газета События Газета «Трудовая слава» Газета Жовтоводск ВСТИА Имеется мнение ЧНТРК Степ ЧНТРК Желтая речка Телекомпания Желтые воды Социальная газета В СНИК М100 Спорт Город представляет футбольный мини-футбольный клуб Авангард Известные уроженцы Огневец Инна Васильевна Актер театра и кино Режиссер посол Украины в Словакии Журавка Алексей Валерьевич Народный депутат Украины 5 и 6 созывов Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин